Девушки отдыхают Прага, Чешская республика. Находимся в спортивной арене, где проходят хоккейные матчи блестящего чешского клуба ЧКД Прага. Сегодня здесь проходит любительская Олимпия. Сегодня портал ислаб.ру присутствует здесь в качестве информационного партнера. И сейчас мы будем проводить небольшое мероприятие, интервью с господином президентом, доктором Всемирной Федерации бодибилдинга и фитнеса Рафаэлем Сантохой. Здравствуйте, мистер президент. Добрый вечер. Это приятно, что с вами и всем друзьям здесь, этот большой мистер Олимпия Аматер Европы. И мы готовы, готовы для Москва в следующем декабре. Добрый вечер. Нам очень приятно находиться здесь, на этом мероприятии, мистер Олимпия. И также мы готовимся к Олимпии в Максуке. То, что нам очень радостно. Спасибо, господин президент. Следующий мой вопрос будет такого характера. В этом году проводятся четыре любительских Олимпии нашей федерации любимой. Четыре Аматер Олимпия. У нас и в этом году проводятся три Арнольд Классик. Три Арнольд Классик. Но, правда, есть еще и четвертый, но который без любителей в Китае будет проходить. Есть какое-то соревнование между Олимпией, количеством любительских Арнольдов? Этот год у нас есть четыре Аматериалимпии и трех Арнольд Классиков. И еще один Арнольд Классик. Три Арнольд Классиков и один Арнольд Классик в Китае. И один Арнольд Классик в Китае. Компетитная Олимпия и Арнольд. Что же разница про то, что сооружение Олимпия и Арнольд? Хорошо, вы понимаете все. Итак, мы имеем три Арнольдера, один в Рио-де-Жанейро, один в Колумбу и один в Мадриде. Вторая город для всех бодибилдеров в мире, потому что это главный центр АФБ. В Китае мы не имеем в этом году Арнольд в Китае. Нет, три Арнольдера. Потом мы имеем все эти Олимпиады, которые очень потрясающие. Это магия для всех аматерных атлетов. Здесь, в Праге, они делали замечательные работы. И мы хотим благодарить Робин-Чан и все, которые сделали это возможным, в кооперации с АФБ. Какая разница? Ну, не разница. Это касается бодибилдирования. Это касается великой физики и касается бодибилдирования. Итак, разница. Арнольдер имеет магию иконической личности Арнольд Сусанеггера. И Олимпия имеет магию и название, который мечтает для всех аматерных атлетов. И в последнее время, это АФБ. Поехали все вместе для аматерных в 189 странах. Блестящий ответ. Нет, ничего не забыла. Переводи, если что я буду подсказывать. С самого начала... С самого начала получается так, что никакой соревнований между Олимпиями нет. Соревнований нет. Что нас манит, это магическое имя Олимпия. И все аматоры мечтают быть на соревнованиях Олимпии. И нет никакой составляющей именно соревнований. Что это все бодибилдинг. Что касается Арнольд Классик, то это магическое имя Арнольд Классик. И аматоры мечтают побывать именно на этих соревнованиях. И нет уральницы Арнольд. Арнольд, это имя Арнольда Шварценеггера. Олимпия, это магическое имя Олимпии. Скажи господину президенту, что блестящий ответ. Скажи. Вы хорошие ответы. Фантастик. Спасибо. Еще один вопрос. Я слышал и краем глаза видел, что будет новый электронный журнал «Фитнес стайл». Действительно, что это за журнал и будет ли возможность его читать на русском языке. Оно деньги. Красная. Еще один вопрос о новом новом ресурсе «Фитнес стайл». Русские лечи. Может ли русские лечить этот магазин на изоле или нет. Какой версий в России. Это очень важный проект, который уже стынет факт для ФИБ. «Фитнес стайл» будет иначе история он официальный магазин на изоле. Это завтра. магазин, with a lot of photo galleries, a lot of videoclips, and of course, it's going to be ready in Russian language very soon. Этот проект, который уже является фактом, в скором будущем, пока еще нет, но в скором будущем будет уже и русская версия. Там очень много фотографий и большая наполняемость информации. Я видел, что это электронный журнал, в котором еще и видео есть. This magazine has video news or no? Да. Да? Да, да, дропа. Да, дропа. Дohn Мы не можем быть настолько успешными, естественно, если мы не будем популяризировать это на русскую публику. И сейчас, как только вы находите спортсмена и кликаете на него, вы сразу можете увидеть его фотогалерею и все его произвольные программы. То есть мы ждем журнал с нетерпением в России и в ближайшее время он появится. Я хочу сказать следующие слова. Мы благодарны, что у нас есть такая федерация. Мы благодарны тому, что за прошедший год, два, три, четыре во время персонального руководства количество турниров растет просто бешеными темпами. Количество участников, хотя турниров тоже много, кажется, их участники должны распыляться, все равно количество участников тоже растет. И как бы ждем продолжения второй, третьей, пятой серии этого фильма, который вы запустили. Мы благодарны нашей федерации АИББ. Для нас это очень большое хорошее быть с вами и быть частью нашей семьи, нашей АИББ. В прошлом году у нас есть отличные чемпионы, у нас есть больше соперников и огромная листка названий. Что еще? И в Мадрид? В Мадрид, Мадрид, Коламбус, Прага, Киев, Киев. А, еще последний вопрос. Есть еще у нас новая торговая марка, которая называется от ИВБ, Вейдер Кап. В этом году будет Вейдер Кап? Вейдер Кап. Очень хорошая вопрос. Вейдер Кап. Бен Вейдер Диамон Кап. Вейдер Кап Вам. Это очень важная династика, так как это Diamond Cup, это имя Бена Вейдера, нашего основателя, и в прошлом году прошел Diamond Cup в Греции. В этом году он будет в Китае, и не пропустите это мероприятие, поскольку оно очень важно для нас. Уважаемые слушатели и смотрители нашего портала, президент Всемирной Федерации приглашает нас всех поучаствовать в значимом мероприятии имени нашего отца-прародителя Бена Вейдера. Приклашают посетить наш замечательный сайт IPB.com, чтобы уточнить точно, но примерно это конец ноября. Вы можете сказать несколько слов для наших посетителей на нашем портале ИСЛАП? Ну, мой великолепный респект для всех русских энтузиастов, и для всех людей, которые смотрят на нашем спорте через ИСЛАП. ИСЛАП, потому что ИСЛАП, как и для нас, это компания, и behind the company, there are human beings and skillful people that are working hard to promote our sport, and to put the image of our athletes and the news of bodybuilding closer to all of you. So, my thanks and congratulations to ИСЛАП. С большим уважением ко всем русским посетителям этого замечательного портала, потому что без них не существует популяризации нашего вида спорта бодибилдинг, и с наилучшими пожеланиями. Всем большое спасибо, что нас слушали. Огромное спасибо вам, господин президент. До новых встреч, до новых встреч. Мы от вас никуда не уйдем. Мы как рыба прилипала, прилепимся и никуда от вас не денемся. Мы никогда не уйдем и не уйдем никуда от вас. Мы – команда. Спасибо. Попробуйте и enjoy bodybuilding. Фильм снят при поддержке компании Hard Labs. Спортивное питание Hard Labs – это качественные ингредиенты, отличный вкус и доступная цена. Hard Labs – это формула вашего прогресса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова